В студии Пушкинского радио с новостями Сергея Богатнова. Здравствуйте! В этом выпуске. В Пушкино прошли публичные слушания по проекту генерального плана города. На улице Лесной в городе Пушкино завершается демонтаж рынка. На территории торгового комплекса «Пулмарт» прошла выставка военной техники и обмундирование времен Второй мировой войны. Педофил изнасиловал двух школьников на западной стороне Пушкина. Теперь подробнее об этих событиях. С 9 по 11 июня проходили публичные слушания по проекту генерального плана города Пушкино. Всего было шесть встреч жителей с представителями администрации района и разработчиками проекта. Встречи прошли в микрорайонах Завета Ильича, Клязьма, Мамонтовка, Звягина, во Дворце спорта и в ДК Пушкино. Надо сказать, что пушкинцы большого интереса к публичным слушаниям не проявили. Так, на обсуждениях в Мамонтовке и во Дворце спорта присутствовало человек 20-30. Наибольшее число жителей, около 140, пришло 11 июня на слушание в ДК Пушкино. На этой последней встрече особенно горячо обсуждались такие темы, как планы строительства автодороги от улицы Лесной до Заветов Ильича и еще одной дороги от улицы Тургенева по берегу Серебрянки с выходом на Ярославское шоссе. Также пушкинцы призывали власти строить новой школой, детсадой, новую детскую поликлинику. 9 июня на улице Лесной в городе Пушкино начался демонтаж рынка. Судебное разбирательство по этому поводу завершено и решение суда вступило в законную силу. О сносе торговых рядов и благоустройстве улицы Лесной говорится годами. Несколько лет назад пушкинская городадминистрация даже сделала эскизный проект улицы Лесной, но дальше дело не пошло. Проблема в том, что большая часть построек на Лесной в 90-е и нулевые годы была легализована. Их владельцы получили свидетельство о собственности. Так что борьбу с дикой торговлей на западе города приходится вести через суды. Сноса как такового 9 июня не случилось. Предприниматели попросили администрацию дать им время, чтобы все убрать своими силами. Им дали отсрочку в несколько дней. К 13 июня площадка, которую занимает рынок, а это 700 квадратных метров, должны были полностью очистить от строений и от всех других элементов торговли. На вечер вторника демонтаж рынка все еще не был завершен. 10 июня в Пушкино на территории торгового комплекса «Пулмарт» проходила выставка, посвященная Дню России. Посетители могли ознакомиться с образцами военной техники и обмундирования времен Второй мировой войны, потрогать экспонаты руками, сфотографировать и даже полазить по ним. Всю технику привезли из исторического музея города Королева. Возле выставки была развернута военно-полевая кухня. Повара предлагали всем желающим отведать солдатской каши. Там же, на территории Пулмарта, 10 июня работал тренировочный лагерь бойцов рабочей крестьянской Красной Армии. Опытные инструкторы проводили для детворы мастер-классы по штыковой атаке, метанию гранат и стрельбе. Из криминальной хроники. В Пушкино педофил изнасиловал двух школьников. Произошло это 6 июня на западе города. Злоумышленник обманом заманил учащихся 7 и 8 классов в заброшенное здание на улице Трудовой, где надругался над ними. В тот же день матери школьников обратились в городской отдел полиции. Полицейские задержали педофила на следующий день. Следственный комитет открыл уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух 13-летних подростков. Кстати, обвиняемый ранее был осужден за аналогичное преступление. На допросе виновный свою вину не признал. Его заключили под стражу. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Это был выпуск новостей Пушкинского радио. Новости С вами Пушкинское радио. В студии Сергей Богатнов. Информация для тех, кто часто ездит на электричках. С 1 июля в Московской области подорожает стоимость проезда в пригородных поездах. Рост составит 7,3%. То есть сейчас за проезд по одной зоне пассажир платит 20 рублей 50 копеек. А с 1 июля будет 22 рубля за одну зону. Напомню, что с 1 января нынешнего года подорожал проезд в столичном метро и наземном общественном транспорте. В среднем тарифы выросли на 7,5%. Стоимость одной поездки по билету единый увеличилась с 50 до 55 рублей. По карте тройка с 32 рублей до 35. Что касается предстоящего подорожания проезда на электричках. В правительстве Московской области решили подсластить пилюлю. И сообщили, что в следующем, 2018 году, этот тариф увеличиваться не будет. Его пересмотрят только с 1 января 2019 года. Пушкинский отдел ГИБДД в июне продолжает проводить оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Оно проходит в форме тотальной проверки тех, кто за рулем на предмет опьянения. В определенных местах сотрудники ГАИ останавливают каждое транспортное средство и оценивают состояние водителя. Есть ли запах алкоголя, неустойчивость позы и нарушение речи. Если признаков опьянения нет, водитель продолжает движение. Если же есть подозрение, что человек за рулем не трезвый, он отстраняется от управления. Проводится проверка с помощью алкотестера. При необходимости водитель также направляется на медицинское свидетельствование. Ближайшие тотальные проверки водителей на предмет опьянения пройдут в Пушкинском районе 17 и 24 июня. Уважаемые водители, имейте это в виду. Молодежная театральная студия «Маленький принц» сейчас в эти дни проводит театральный фестиваль. Я познакомлю вас с ближайшими спектаклями. Во-первых, все спектакли проходят в центре детского творчества города Пушкина на улице Тургенева. Но, во-вторых, ближайшие спектакли. 17 июня в субботу будет спектакль «Валентин и Валентина» по пьесе Михаила Рощина. Начало в 17 часов. А 18 июня, то есть это будет воскресенье, пьеса «Последняя». Начало также в 17 часов. Ну и напомню, что молодежная театральная студия «Маленький принц» на своем фестивале дает спектакли абсолютно бесплатно. Приходите в центр детского творчества. А доставки пенсий на дом. График доставки следующий. Восьмой доставочный день – это будет 16 июня, пятница. Девятый доставочный день – это 19 июня, понедельник. Десятый, последний доставочный день – это будет 20 июня, вторник. Таков график доставки пенсий на ближайшие дни. Новости На Пушкинском радио очередной выпуск новостей. Вы узнаете, что Власти Подмосковья назвали Пушкинский район в числе худших по ликвидации ям на автодорогах. В парке культуры города Пушкина появилась туристическая карта с достопримечательностями нашего района. В поселке Зеленоградском открылся новый дом культуры. В деревне Алешина на строительном рынке погибла пятилетняя девочка. Теперь подробнее об этих и других событиях. Власти Подмосковья назвали лучшие и худшие муниципалитеты по ликвидации ям на автодорогах. Как сообщил министр транспорта Московской области Игорь Тресков, Пять муниципалитетов не выполнили необходимый процент по ликвидации ям на дорогах местного значения. В числе аутсайдеров назван и Пушкинский район. У нас ямочный ремонт выполнен всего на 28%. По словам министра транспорта, главы районов аутсайдеров объясняют отставание по ямочному ремонту тем, что договоры с подрядчиками были заключены слишком поздно. В связи с чем, закончить ямочный ремонт к 1 июля, как это планировалось, видимо, не получится. Новости культуры и краеведения. В парке культуры и отдыха города Пушкина недавно появилась туристическая карта Пушкинского района. На ней обозначены основные культурные и исторические достопримечательности города и других поселений. Советую внимательно ознакомиться с этой картой. Возможно, она вдохновит вас на посещение местных достопримечательностей. А в поселке Зеленоградском 15 июня в одной из новостроек торжественно открылся Дом культуры. На открытии присутствовали районные и поселковые чиновники. Артисты Пушкинского района подготовили праздничный концерт, подарок своим коллегам, сотрудникам нового учреждения культуры. Напомню, что осенью прошлого года в поселке Зеленоградском заработал филиал Пушкинской художественной школы. Ну а теперь свой дом появился и у других творческих коллективов поселка. Из сводки происшествий. На строительном рынке в Пушкинском районе погибла пятилетняя девочка. Инцидент произошел 12 июня. Девочка пришла на рынок в деревне Алешина со своим отцом. Он зашел в помещение рынка и оставил дочь на улице. Ребенок поднялся по лестнице на строении в виде стеллажей и упал вниз на бетонное покрытие. Девочку доставили в районную больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и травмой живота. От полученных травм она скончалась в реанимации. Следственный отдел по городу Пушкина устанавливает обстоятельства гибели ребенка. Информация для жителей города Ивантеевки. Мытищинский филиал Мособулгаза информирует жителей Ивантеевки о закрытии своего офиса по адресу Ивантеевка, улица Железнодорожная, дом 13А. Прием абонентов по вопросам начисления и оплаты за газ в городе Ивантеевки теперь будет осуществляться по адресу город Королев, улица Целковского, дом 29Б. С понедельника по пятницу с 8 до 18 часов без перерыва на обед. Также этот отдел работает и в субботу с 9 до 16.45. Вы слушали выпуск новостей Пушкинского радио. Новости Свободная тема С вами Пушкинское радио в студии Сергея Богатнову. В среду, 14 июня, в ДК Пушкина отпраздновали День медицинского работника. Надо сказать, что медиков у нас много. В 10 учреждениях здравоохранения нашего района работают более тысячи человек. На праздники почетные грамоты и благодарственные письма вручили лучшим врачам и медсестрам, фельдшерам и акушерам, санитаркам и лаборантам районных медучреждений. К гостям праздника обратилась замглавы администрации Пушкинского района Ольга Ивченко. Ваша профессия действительно, наверное, одна из самых бумагных профессий в мире, поэтому ваш труд оценить никогда невозможно. Но очень хочется сегодня в этом зале произнести поздравление от главы Пушкинского муниципального района Сергея Михайловича Гребедиченко. Дорогие друзья, примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником, Днем медицинского работника. В этот день мы традиционно чествуем врачей и младших персоналов. В Пушкинском муниципальном районе это более тысячи человек. Медицинские профессии по праву считаются одними из самых бумагных и благородных. Медики протягивают руку помощи тем, кто страдает и нуждается в помощи. Они облегчают боль, излеченные в медуке, а порой и бросают вызов в самой смерти. Быть врачом – высокое призвание, почетный, но ответственный и тяжелый труд. В ежедневных и праздниках и в буднях наши театры в свою миссию проявляют сострадание, терпение и чуткость. От всей души благодарю вас за самотверженный труд, за бессонные ночи, за спасенные жизнью. Желаю вам спокойных дежурств, успешной работы, добра, благополучия вам и вашим семьям. С праздником, с Днем медицинского работника. Я очень хочу сказать вам слова, которые всегда на душе. Низкий вам человеческий поклон за вашей легкой, большой, огромной труд. Поблагодарить медиков за их труд приехала депутат МОСУ Булдумы, известная фигуристка Ирина Слуцкая. В областной думе Ирина Эдуардовна работает в комитете по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. Эта профессия, она ужасно сложная, она ужасно ответственная. И мне хочется вам пожелать побольше, наверное, все же лояльных клиентов, пациентов, наверное, так вернее сказать. Потому что все люди индивидуальные, и на раз кто-то спокойно приходит и рассказывает о своем друге, кто-то впадает в истерику. И вы не только врачи, не только профессионалы, но вы и психологи хорошие. Потому что в трудный момент именно врач является самым родным и близким человеком. Вы для нас лучших света и островок надежды. И именно с вами мы становимся настолько откровенными, наверное, с родственниками, но раз мы не становимся настолько откровенными, сколько с врачом. Поэтому хочется пожелать вам терпения, сил, более в некоторых моментах лояльно относиться к своим пациентам. И будьте счастливы, будьте здоровы. С одной стороны, поменьше пациентов, да, с другой стороны, побольше, чтобы всех было. Спасибо вам большое. Еще раз праздникам. Профессия медика по праву считается одной из самых гуманных и благородных. Работников здравоохранения поздравил с профессиональным праздником руководитель управления медорганизацией 6-го медицинского округа Андрей Раздорский. Сегодня мы чествуем порядка 80 человек сотрудников Пушкинского района, сотрудников учреждений здравоохранения Пушкинского района. Это будут награды, грамоты министра здравоохранения Московской области, это будут грамоты, это будут благодарственные письма. Ну и, соответственно, я надеюсь, что в этот наш профессиональный праздник деятельность всех, без исключения сотрудников, будет отмечена какими-то поощрениями уже на местах. Проблема обеспечения медицинскими кадрами и, прежде всего, квалифицированными медицинскими кадрами врачебного состава, она имеет место быть не только в Пушкинском районе, но и по всей Московской области. Для этого правительство Московской области, губернатором Андрею Юрьевичем Воробьевым, предпринимаются, я считаю, достаточно значительные меры по привлечению необходимых специалистов. Ну, во-первых, второй год в области существует такая программа, как социальная ипотека. За прошлый год удалось привлечь по области порядка 300 человек. Эта программа продолжает действовать, она будет действовать еще какие-то периоды. Смысл ее заключается в том, что молодым врачам, ну, или уже людям, скажем так, с опытом, дается возможность приобретения квартир в том или ином муниципальном образовании, ну, разумеется, в том, в котором они работают, на абсолютно льготных условиях по ипотечному кредитованию. Детали этой программы можно посмотреть на сайте правительства, но, на мой взгляд, с финансовой точки зрения, она является очень выгодной. Также муниципальными образованиями предпринимается ряд мер, что входит в их полномочия об обеспечении медицинских работников жильем. В прошлом году в Пушкинском районе около 30 человек получили муниципальное жилье. Это достаточно серьезный вклад. Ну, в любом случае, меры, которые принимаются, они дают свой эффект. Также должен сказать, что в каждом учреждении, например, в Пушкинской районной больнице, это головное учреждение в Пушкинском районе, существует некая программа, которая дает возможность людям, не обеспеченным жильем, компенсировать съем жилья. Пусть это суммы небольшие, но, по крайней мере, они для заработной платы персонала значительные. Я с удовольствием поздравлю всех наших коллег, хочу поблагодарить их за труд, хочу поблагодарить их за то, что в очень непростых условиях, в которых приходится работать нашим медикам, люди честно и очень, скажем так, добросовестно выполняют свою работу. Я всех поздравляю с нашим профессиональным праздником и желаю, прежде всего, семейного счастья. Когда будут крепкие тылы, и на работе будет все в порядке. Завершая этот репортаж, хочу сказать, что на праздновании Дня медицинского работника был также хороший концерт с участием ансамбля Беловежской пуща и творческих коллективов Пушкинского района. С вами по-прежнему Пушкинское радио. Совсем скоро, 24 июня, завершится прием проектов на конкурс «Наши Подмосковья-2017». Напомню, что цель конкурса – выявить и поддержать добрые дела, которые приносят людям пользу. Как показывает опыт прошлых лет, интерес к конкурсу ежегодно возрастает. Тему продолжит координатор проекта в Пушкинском районе Нина Гаранина. С ней беседует Людмила Дроздова. По-прежнему в конкурсе могут участвовать физические лица, достигшие возраста 18 лет и проживающие на территории Московской области. Как и в прошлые годы, участвовать в конкурсе могут только реализованные или находящиеся в стадии реализации социальные проекты. В этом году условия конкурса значительно изменились. Номинаций в премии губернатора Московской области, как мы уже привыкли это видеть, не будет. В этом году проекты подаются в четырех категориях, в зависимости от количества участников, вовлеченных в реализацию проекта. Нина Владимировна, на что наши конкурсанты должны обратить особое внимание? Это прежде всего на то, что каждый соискатель может подать одну только заявку. Если в прошлом году мы в номинациях в разных могли подавать заявки разные проекты, то в этом году только один проект. Члены инициативной группы тоже могут участвовать только в реализации одного проекта. Для этого надо зарегистрироваться на сайте? На сайте Наши Подмосковья РФ. Инициативная группа проекта – это один из критериев масштабности проекта и вовлеченности в него населения в нашей области. Также новое, что в этом году обязательно презентация проектов будет проходить. В прошлом году мы это уже опробовали, у нас в течение трех дней эта презентация проходила. В этом году дается больше возможностей, больше времени. И уже с 9 июля в течение двух месяцев каждый участник конкурса может презентовать свой проект. Это будет в Пушкинском районе происходить? В основном это будет в Пушкинском районе, будет составлен график, будет доведена информация до всех. Но если возможности здесь кто-то не успеет, будет такая возможность предоставлена правительству Московской области. То есть если человек не придет на презентацию своего проекта, то проект будет отклонен? Да, вы правы. Если проект не презентован, он не участвует в конкурсе. Значит, подробнее всю информацию можно найти на том же самом сайте? Да, вся информация на сайте нашей Подмосковья РФ. Также хочу обратить внимание, кто участвовал в прежнем, в прошлые годы в конкурсе, в этом году обязательно нужно регистрироваться снова. Та регистрация, которая была в прошлые годы, она недействительна. Те сайты, они доступны, но они заархивированы. Нина Владимировна, много новшеств в этом году придумали, видимо, жюри и организаторы, и теперь все проекты разделены на категории. Что это за категории и как человек может в них сориентироваться, если он автор проекта? Значит, категория, это зависит от количества членов инициативной группы, кто принимает участие в реализации этого проекта. И подразделяется на четыре категории. Первая категория, это количество участников от 1 до 15. Как она называется? Она называется «Инициатива». Здесь будет, ну, учреждается одна премия, первая в размере 200 тысяч рублей и тысячу премий по 50 тысяч. Но в каждой номинации существует специальная премия, я не буду повторять, 150 тысяч. Вторая категория, это команда. Здесь могут участвовать от 16 до 50 человек. Первая премия 300 тысяч рублей и 700 премий по 150 тысяч рублей. Следующая категория, это объединение. Количество участников уже от 51 до 100 человек. Здесь размер первой премии 400 тысяч рублей и 100 премий по 200 тысяч. И последняя категория, это самая многочисленная, это от 51 до 100 человек. Здесь первая премия 500 тысяч рублей и 10 премий по 300 тысяч рублей. Нина Владимировна, в этом году также исчезли и номинации. А как же человек будет подавать свой проект, как ему понять, в каком направлении он должен обозначить свой проект? Да, ну, прежде всего, я как уже обозначила, это категория, да, вы рассматриваете, сколько человек у вас участвует. И основные направления деятельности теперь вместо номинаций, они более укрупненные стали. Их шесть направлений. Основные направления деятельности для участия в конкурсе следующие. Активная Подмосковья, Вектор развития, Гражданская инициатива, Доброе сердце, Зеленый регион, Культ просвет. Это как-то созвучно с номинациями, но они более укрупнены, эти направления. Если их существовало раньше 10, то теперь их всего шесть. Нина Владимировна, прием заявок на конкурс на наш Подмосковье уже стартовал, как вы сказали, в конце апреля. А как он будет проходить? Какие будут этапы и когда вообще самое главное действие, подведение итогов и награждения? Ну, этапы у нас в этом году, первый этап уже начался, идет активно. И, к сожалению, в этом году он всего продлится до 24 июня. Так что желающим тоже стоит на это обратить внимание. Срок значительно сокращен. Второй этап – это презентация проекта в муниципальных образованиях. Это с 10 июля по 24 сентября. И третий этап – оценка. Это в течение месяца будет проходить с 25 сентября по 25 октября. И последнее, конечно, самое приятное – это награждение победителей. Ну, это уже традицией стало, это в ноябре месяце вот все это проводится. Нина Владимировна, как и прежде, заявки на конкурс на наш Подмосковье можно подавать только в электронном виде, да? Да, только в электронном виде, через сайт, больше никакой возможности. Надо очень внимательно относиться к заполнению всех анкет, потому что если в прошлом году допускались правки, то в этом году исправляться не будет. Если какая-то ошибка будет допущена в фамилии, в отчестве, в имени, там, просто будет отклоняться проект. А что такое, вот вы сказали, инициативная группа? Кто это такие? Инициативная группа – это лица, которые совместно с автором проекта принимают участие в реализации этого проекта. Инициативная группа, члены инициативной группы до 9 июля обязательно должны зарегистрироваться на сайте нашей Подмосковья в том проекте, который они реализуют. Это тоже такой процесс как бы непростой, поэтому нужно на это обращать внимание. Хочу отметить, что конкурс у нас в Подмосковье, уже жители нашего района привыкли и проявляют активность. Ну, как сказали, что уже у нас 17 проектов на сегодняшний день, и мы надеемся, конечно, что их значительно будет больше. И уже, вот, общаясь сейчас с людьми, конечно, вопросов возникает много, потому что, ну, условия изменены, о котором я уже рассказала. Если возникают какие-то вопросы, то обращайтесь в администрацию района по телефону 532-08-44. Гарайна Нина Владимировна. Уважаемые пушкинцы, конкурс «Наши Подмосковья» проходит на территории Московской области уже в пятый раз. Я приглашаю вас принять участие, активное участие в этом конкурсе. В нашем районе много интересных, добрых дел, которые носят социальный характер. Поэтому смелее подавайте заявки. Если какая-то помощь, обращайтесь. И вся информация о том, какие этапы, когда, чего, мы будем вас информировать через СМИ. В то же время мы постараемся, когда наиболее такие презентации там приглашать, будем звонить вам по телефону, направлять приглашение по электронной почте. К тому, что вы слышали, добавлю. Призовой фонд конкурса «Наши Подмосковья-2017» составляет 180 миллионов рублей. Подать свой проект можно до 24 июня включительно. И подать его можно только через сайт нашеподмосковья.рф. Нашу программу продолжит благочинный церквей Пушкинского округа Иоанн Монаршик. Он расскажет о православных праздниках ближайших дней. 18 июня наша Святая Церковь в третье воскресенье после Дня Святой Троицы, в третью неделю после Пятидесятницы, наша Русская Церковь совершает память всех святых в земле русской просиявших. А на нашей Русской земле тоже есть большое количество святых угодников Божьих. Если мы посмотрим на карту нашей с вами России, то в каждом уголке нашей страны есть свои святые, которые угодили Господу Иисусу Христу своей богоугодной жизнью. Это множество преподобных, таких как Сергий Радонежский, Кирилл Белоизерский, Зосима Саватий Соловецкий, Сергий Герман Валаамский и многие-многие другие, чьи имена еще можно перечислять. И также множество угодников, которые пострадали в 20 веке от безбожной советской власти, святые новомученики и исповедники нашей Русской Церкви. Вот именно в этот день мы прославляем всех наших родных, близких по духу русских людей, но и тех людей, которые угодили Господу нашему Иисусу Христу. 24 июня память иконы Божьей Матери достойна есть. Это самая главная икона на Святой Афонской горе, которая находится в главном храме Успения Пресвятой Богородицы, в столице Афона, в небольшом городочке Кореи. И в главном храме этого городочка хранится икона Божьей Матери достойна есть. Она хранится в алтаре за Святым Престолом, но периодически эту икону выносят для поклонения верующих людей. 1 июля память Боголюбской иконы Божьей Матери, которая прославилась на нашей земле в 12 веке. Можно сказать, что это первая икона, которая была написана на нашей земле после крещения Руси Святым Князем Владимиром. Нам известно, что в 12 веке Святой Князь Андрей Боголюбский переносил икону Божьей Матери из Вышгорода близ Киева по Владимирскую землю. Ту икону, которая по преданию была написана Святым Евангелистом Лукой, на доске, за которой трапезничали Господь Иисус Христос, Пресвятая Дева Иосифа Бручник. Он переносил этот образ. Лошади везли святую икону, которая в дальнейшем стала именоваться Владимирской. И вот близ города Владимира, а переносил он ее в Суздаль, лошади в 10 верстах от Владимира не захотели дальше нести икону. И заменили лошадей, и новые лошади тоже не стали продолжать дальше свой путь. Тогда князь Андрей Боголюбский зашел в шатер, усердно стал молиться, совершил молебное пение, а затем уснул. И во сне он видит сон, в котором явилась ему Пресвятая Богородица со свитком. И повелела, сказала ему, не неси в Суздаль эту святую икону, а неси ее во Владимир, и там устрой в дальнейшем величественный храм. А на этом месте, где было это видение, она повелела ему основать женский монастырь. И повелела также ему написать образ Пресвятой Богородицы, который явился ему во сне, Божия Матерь со свитком. И вот Андрей Боголюбский исполнил то, что повелела ему Царица Небесная. Он оставил икону во Владимире, в дальнейшем был построен Величественный Успенский Собор. А на том месте, где было ему это видение, близ места Боголюбова, он основал монастырь, и с его слов иконописцами была написана икона Божьей Матери, которая стала именоваться Боголюбской иконой Божьей Матери. И вот в нашем городе Пушкино есть тоже Боголюбский храм, в котором 1 июля будет совершаться престольное торжество. Я всех вас также пользуюсь случаем, в этот день приглашаю на богослужение в Боголюбский храм, чтобы вместе соборно прославить икону Божьей Матери, Царицу Небесную. Я всех вас сердечно благодарю за внимание, желаю всем вам мира, доброго здоровья и Божьей помощи. Храни вас всех, Господь! В нашей программе принимал участие благочинный церкви Пушкинского округа Иоанн Монаршик. Ну и еще немного полезной информации. Немногие знают, что в Подмосковье работает горячая телефонная линия по вопросам качества продуктов. Получить консультации о качестве продуктов питания можно по телефону областного управления Роспотребнадзора номер 8 800 250 14 36. Звонки бесплатные. Обратившись на горячую линию, также можно узнать, какие требования предъявляются к пищевым товарам, как правильно выбирать продукты, каковы основы рационального питания. Кроме того, по этому телефону расскажут, как подать обращение, если в магазине попался некачественный продукт. Все подробности можно узнать на сайте Роспотребнадзора или на сайте правительства Подмосковья. И еще раз повторю номер телефона горячей линии Роспотребнадзора 8 800 250 14 36. Программа Пушкинского радио подошла к концу. Над ней работали Людмила Дроздова и Сергей Богатнов. Всего доброго. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова